Внезапно Анапа, но виной всему аргентинский сценарий. В Анапе у меня накрыто тренировалось на опущен. Работая над аргентинским сценарием, я был вынужден очень много воевать с MiG-21 по таким тривиальным процедурам, как вызвать и посадку. И дело не в том, что MiG-21 это сделать сложно, нет. Что взлететь, что сесть на нем в DCS не представляет большой проблемы. Другое дело, когда нужно это сделать не АБК, лишь бы сошло где-нибудь там в синглплеере или в мультиплеере, а для демонстрации, чтобы показать не как попало, а как надо. Наша задача, с одной стороны, при взлете не выйти на слишком большие углы атаки, что будет особенно актуально, когда самолет тяжело загружен, скажем, мы бомба нависим. С другой стороны, не катиться по полосе слишком долго, чтобы не рисковать разрывом колес, когда мы докатимся до соответствующей скорости. Реальные пилоты с этим справляются очень легко. Особенно летчики гражданской авиации, которые самые замученные из всех. А вот диванному летчику несколько сложнее. Все, что удается найти в интернете, оно делится на две категории. Или человек превосходно умеет пилотировать MiG-21 и взлетать как по рельсам, но не рассказывает, как это достигается. Либо человек рассказывает, что он делает при взлете или посадке, но при этом объясняет радикально неправильно. Например, мне попадалась рекомендация при разбеге сразу до упора взять рост на себя, что в корне не верно. В общем, достоверную информацию трудно добыть, правда, еще труднее с ней что-нибудь сделать. Но вот к чему удалось прийти, касательно конкретно самолета MiG-21. Вот я вызвал специальный индикатор положения органов управления. И для начала хорошая идея будет затримероваться. Затримеруемся мы примерно, ну, допустим, вот так. Но теперь, если я в этой конфигурации начну разбег, то переложенное накабрирование стабилизатора будет создавать усилие, прижимающее самолет к полосе. И самолет будет чрезвычайно сильно воспринимать малейшие неровности. Он начнет прыгать. Это сделает его поведение крайне плохо предсказуемым. Нам это не нужно. Поэтому при разбеге я отдам РУС от себя в такое положение, чтобы стабилизатор встал более-менее по потоку, ну, или во всяком случае не создавал прижимающего к полосе усилия. По достижении 200 км в час я возьму ручку на себя, самолет поднимет нос, и ручку я отпущу в окрестностей той точки, на которую я ее затремнировал. Таким образом, практически положу самолет на поток, и от меня потребуются дальнейшие, очень незначительные корректирующие движения ручкой, чтобы удерживать подходящий угол тенгажа. Положение осложняется двумя вещами. Во-первых, самолет Биг-21 мало того, что очень чувствителен к воздействиям управления в плоскости тенгажа, так он еще и на малых скоростях очень инерционен. Если самолет начал поднимать или опускать нос, быстро его поймать воздействием ручки не получится. И поэтому по запарке обычно даешь ручку против движения слишком сильно, что вместо гашения колебаний приводит только к дополнительной раскачке самолета. Этого хотелось бы избежать. Во-вторых, важно помнить, что после того, как самолет уже оторвал переднюю стойку, он склонен стремиться задирать нос тем сильнее, тем сильнее, чем больше скорость. И в момент отрыва от полосы, в момент отрыва от основных стоек, он попробует задрать нос еще резче, рывком задрать нос вверх. Поэтому по мере разгона нужно будет плавно давать ручку от себя, чтобы компенсировать это стремление самолета. Ветер сейчас имеется умеренный, порывистый, но он нам практически навстречу, поэтому у нас, наверное, немножко на взлете поболтает, но в целом можно его игнорировать. Поехали. 200. 200. Забираем стойки. Забрали закройки. И, собственно, все. Продолжаем набор высоты с углом тангажа около 10 градусов. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...